Семилукские выселки или Березовка. Микрорайон Воронежа, бывшее село, население 889 человек, перепись 2010 года. Старинное село Семилуки имело земли за реками Доном и Воронежем. Этот участок расположен к югу от села Таврово и семилуксами больше использовался как сенокосные угодья. В середине 18 века там в летнее время начали держать скот. Тогда появилась нужда построить домик, чтобы было постоянное пристанище у людей, бывающих здесь наездом. Уже на карте Воронежского наместничества 1780 года на месте семилукских выселок отмечен маленький хуторок. В следующие годы он рос очень медленно. По данным статистических справочников Воронежской губернии, в казенном селе Семилукские выселки в 1859 году насчитывается 8 дворов и 118 жителей. Во второй половине 19 века поселок стал увеличиваться за счет прибывших сюда переселенцев из родного села. В 1887 году в нем было уже 54 двора, а в 1900 году уже 96 дворов, 591 житель и одна винная лавка. Тогда же за поселком закрепилось название Семилукские выселки. Понятно оно без объяснения, так как начало ему положили переселенцы из Семилук. Второе народное название села Березовка, так окрестили село жители из-за небольших березовых рощиц, растущих вокруг. Народные названия сохранились и за улицами. Мясная, Нахаловка, Косоротовка, Кондратовка, Калачевка, Хворостяновка, Щемиловка, Садовая, Молоток. Старое название жители употребляют и сейчас, хотя официальные названия улиц – Космонавтов, Большая Советская, Лесная, Депутатская, Первомайская, Великого Октября – не сохранилась лишь Яковлевка, которая располагалась в полутора километрах от Семилукских выселок. Здесь жила помещица Корцево. На 1 января 1905 года в селе насчитывалось 103 двора с количеством населения 258 мужского пола и 281 женского пола. В селе значилась Одноземская школа, где обучалось 35 мальчиков и 10 девочек. Далее село переживала, как и вся страна, потрясение начала XX века. Односельчане участвовали в Первой мировой войне, в революционных событиях 1917 года и Гражданской войне. В 30-е годы во время коллективизации на территории села было образовано 5 колхозов – Пролетарская сила, Красный хлебороб и другие. С 1941 по 1945 годы – Великая Отечественная война. 28 июня 1942 года фронт подошел к городу Воронежу. В обороне города участвовали наши односельчане. Да и по самому селу проходила линия фронта. Из села на фронт ушло 203 человека, вернулось только 70. Захоронение номер 418 создано в 1942 году в центре села Березовка. В настоящее время это село Семилукские выселки – Левобережного района города Воронежа. В 1942 году непосредственно на территории села военные действия не велись. Березовка или как сейчас она называется Семилукские выселки вместе с селом Масловка и селом Таврово образовали участок оборонительной линии, на котором базировались воинские подразделения советской армии, сражавшиеся за Шиловский плацдарм. Здесь располагались артиллерийские позиции, тыловые подразделения, формировались штурмовые группы. Общее число захороненных в могиле не выявлено. Известны имена 385 солдат и командиров 206-й, 232-й, 141-й стрелковых дивизий. На мемориальной стене, установленной на братской могиле, увековечены фамилии 346 человек. Это воины, погибшие при воздушных налетах и артобстрелах, а также умершие от ран, полученных на реке Воронеж при переправе на Шиловский плацдарм. На братской могиле установлен памятник по проекту скульптора Савчук Галины Петровны, предположительно в 1970-е годы. В 2014 году были проведены ремонтно-восстановительные работы и благоустройство прилегающей территории. Мирные жители во время войны были эвакуированы в Красный Лиман. Как только город Воронеж был освобожден и фронт отодвинулся от села, жители стали возвращаться. С весны 1943 года начинается восстановление села. В 1954 году село вошло в состав Новоусманского района, Воронежской области. До этого относилось к Гремячинскому району. В этом же году село было электрифицировано. В 1957 году совхоз имени Хрущева вошел в состав совхоза Воронежский и в 1972 году стал вторым отделением производственного птицеводческого объединения совхоза Воронежский. В 1993 году село Семилукские выселки входит в состав Левобережного района города Воронежа. 16 июля 2018 года мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о предоставлении православному приходу храма в честь иконы Божьей Матери «Нерушимая стена» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Большой Советской в микрорайоне Семилукские выселки. Как отмечается в документе, на дел площадью 5000 квадратных метров, прилегающий к участку по адресу улица Большая Советская, 35Б, расположен в территориальной зоне с индексом G1 – зона малоэтажной индивидуальной застройки. Строительство культовых сооружений в указанной зоне является условно разрешенным видом использования, предоставить который мэрия может заявителю только после проведения публичных слушаний, которые, к слову, и были проведены 27 марта 2018 года, и в них, если верить документам городской администрации, приняли участие 14 человек. Они, согласно заключению мэрии, высказали положительное мнение по обсуждаемому вопросу. Стоит отметить, что указанный участок будет практически вплотную примыкать к среднеобразовательной школе номер 96, где сегодня обучается порядка 150 человек. 13 сентября в микрорайоне Семилукские выселки открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В здании площадью 71 квадратный метр располагается кабинет приема населения, процедурный кабинет и помещение для персонала. Новый ФАП отвечает всем современным требованиям к лечебному учреждению. Здесь будет оказываться первичная доврачебная медицинская помощь, профилактические медицинские осмотры, отметила главный врач Воронежской городской поликлиники номер 22 Людмила Парахина. До постройки нового ФАПа медицинскую помощь оказывали в приспособленном помещении. Прием населения ведут фельдшер и медицинская сестра. Новый фельдшерско-акушерский пункт будет принимать более 700 человек, в том числе 169 детей. Новый фельдшерский пункт будет принимать более 700 человек, в том числе 169 детей. Новый фельдшерский пункт будет принимать более 200 человек, в том числе 169 детей.